В эфире программа День Города, в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Главные темы на сегодня. Чем кормят рязанских школьников? Муниципальное предприятие детское питание знакомит общественность с процессом подготовки продукции для школ. Учиться никогда не поздно. В медуниверситете состоялась ежегодная конференция непрерывного образования. Светлая Пасха в преддверии праздника в городе разрешили расширить масштабы уличной торговли. Подготовка к празднованию Пасхи идет полным ходом. Сейчас о ней говорят не только горожане, но и представители всех уровней власти. Губернатор Олег Ковалев в ходе расширенного заседания регионального правительства поручил увеличить число торговых мест для обеспечения жителей Рязани и области необходимыми продуктами питания в праздничные дни. Олег Ковалев в ходе расширенного заседания правительства заявил о необходимости увеличения количества торговых мест для обеспечения жителей региона продуктами питания, которые пользуются повышенным спросом перед Пасхой и в последующие дни. Ведь не секрет, что в этот период, как правило, возрастает спрос на определенные продукты питания, в том числе куриные яйца, мясо, молочку и другие товары, связанные с пасхальными праздниками. Необходимо максимально увеличить количество продавцов куриного яйца, мяса на ярмарках выходного дня, а также на других торговых площадках во всех муниципальных образованиях. Делается это для того, чтобы не допустить резкого скачка цен на эти товары, потому что, как правило, перед Пасхой у нас немножко цены растут. Мы не должны с вами сделать все так, чтобы вот эта конкуренция высокая не давала возможности беспредельно повышать эти цены. По словам губернатора, в областном центре и других населенных пунктах необходимо организовать дополнительные площадки для торговли с машин, в том числе из других регионов. В течение этой недели вот перед торговыми центрами, куда люди так или иначе идут за покупками, выставить вот эти вот все автолавки, назовем их так, или торговлю с машин, и чтобы люди могли попутно подойти купить там. Здесь важно что? Дать возможность людям свободно купить то, что у нас перед Пасхой востребовано. Хочу также обратить внимание, чтобы наши хлебозаводы, и частные, и муниципальные хлебозаводы, чтобы они обеспечили население куличами и всей той продукцией, которая делается в эти передпасхальные дни. Глава региона поручил заместителю председателя правительства Рязанской области Сергею Дудукину, министру экономического развития и торговли региона Светлане Горячкиной, а также главам муниципальных образований провести соответствующую работу. Еще одно вчерашнее заявление губернатора коснулось уборки бытового мусора в муниципалитетах. Олег Ковалев поручил главам муниципальных образований в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой и привести подведомственные территории в порядок. Ребят, мусор плохо убирается. Практически не убирается в сельских населенных пунктах. Горы мусора скопились вокруг мусорок там и так далее. И плюс есть несанкционированные свалки. Поэтому я прошу главы администрации обратить особое внимание на уборку бытового мусора. Его не должно быть нигде, ни на улицах, ни во дворах, ни на дорогах, ни у дорог. Все должно убираться. Поэтому провести вот эту весеннюю уборку. Оперативно организовать уборку там, где еще это есть, где это присутствует. Провести работу с теми собственниками предприятий и организаций, домовладельцами, которые еще не привели порядок к своей территории. Это сфера персональной ответственности органов местного самоуправления. Я прошу поработать в этом направлении. Мусор должен быть убран и обязательно вывезен на установленные места, а не выброшен куда-то в овраги, под откосы и так далее. Есть в нашем городе такие места, мимо которых рязанцы ежедневно проходят по нескольку раз. Но о предназначении даже не догадываются. К примеру, жители Дашково-Песочни интересуются, почему уже несколько лет в одном из дворов пустует отгороженная высоким забором площадка. Наша съемочная группа выяснила, что таинственный участок на самом деле является игровой площадкой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в материале Алены Куколевой. 300 квадратных метров огороженного забором пустыря на окраине Дашково-Песочни. За алюминиевыми листами лишь бурьян. Активисты Общероссийского народного фронта задались вопросом, что это за место. И как выяснилось, еще в 2011 году объект был поставлен на кадастровый учет, как оздоровительная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка совершенно в заброшенном состоянии, никаких работ не ведется. Но отсюда возникает вопрос, выделялись ли бюджетные средства для организации этой площадки. Почему такая площадка организована на окраине города? Эта площадка удалена от школ и детских садов. Тем не менее, если она числится как специальное место, где дети с ограниченными возможностями здоровья вне своего дома хоть ненадолго смогли бы почувствовать себя комфортно, почему она уже 5 лет зарастает травой. И дело не в том, что у нас мало таких детей, просто город для них не приспособлен. Здесь нет возможности нормально перемещаться и вести полноценный образ жизни. Зато есть такие удручающие места, как некий ответ на вопрос, знает ли город вообще о жизни этих детей. В Рязани прошла масштабная профилактическая акция, посвященная правилам дорожного движения. В этот раз сотрудники ГИБДД вместе с активистами Центра развития добровольчества напомнили водителям о правилах дорожного движения на пешеходном переходе. В Рязани каждый месяц происходит немало ДТП с участием пешеходов. Большинство из них связано с нежеланием водителей пропустить пеших участников дорожного движения там, где им положено переходить дорогу. От последствий таких аварий страдают как взрослые, так и дети. В избежание таких дорожно-транспортных происшествий на улице города прошла акция, организаторами которой выступили активисты Центра развития добровольчества города Рязани и сотрудники Рязанского ГИБДД. Мы хотим еще раз обратить внимание перед школьными каникулами, которые скоро, перед майскими праздниками, внимание водителей на проблему детской безопасности, чтобы водители на нерегулируемых пешеходных переходах и вообще просто пропускали детей. Мероприятие проходило сразу в нескольких частях города. Волонтеры пересекали проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам, держа в руках красочные плакаты, на которых благодарили пропустивших их водителей. Одной из этих акций является акция «Я пешеход». Ребята с плакатами, на которых написаны лозунги, ходят через пешеходный переход и напоминают водителям о том, что они являются пешеходами, то, что их нужно пропускать и привлекают внимание к своему присутствию. О необходимости подобных акций говорит статистика. За первые три месяца текущего года на дорогах Рязанской области произошло 24 ДТП, связанных с нарушением правил проезда пешеходных переходов. В свете последних событий, вызвавших череду проверок организации питания в школьных столовых, муниципальное предприятие «Детское питание» провело пресс-тур. Наша съемочная группа ознакомилась с тем, как готовят продукцию для школьных столовых и полноценные блюда для школ, в которых собственных столовых нет. Муниципальное предприятие «Детское питание» осуществляет свою деятельность с 93-го года. Здесь работает порядка 400 человек, которые производят питание и полуфабрикаты для школ города и Рязанского района, питание малоимущих в собственных столовых, а также поставку овощей в детские сады города. Контроль деятельности этого учреждения осуществляет администрация города, Центр эпидемиологии и гигиены и Роспотребнадзор. За 2015 год рассматриваем, было проведено порядка 20 проверок, в том числе 18 плановых проверок. Все пробы, все смывы, которые были взяты с оборудования и из приготовленных блюд, были отрицательны. Но последняя плановая проверка, которая проводилась в августе 2015 года, грубые нарушения в деятельности «Детское питание» не были выявлены. Были сделаны замечания по проведению косметического ремонта, были даны соответствующие предписания, которые были выполнены в установленные сроки. Кроме того, в этом году Роспотребнадзором была осуществлена одна внеплановая проверка. Тогда были выявлены небольшие нарушения, касающиеся необходимости ремонта кондитерского цеха, которые будут устранены. Проверки проходят и в школах города. Там нарушений было выявлено достаточно много. Три года назад все школьные столовые были переоборудованы. На это было затрачено более 240 миллионов рублей. На сегодняшний момент питание находится под особым контролем. Администрация города Рязани уже состоялась ряд выездных проверок. Две трети школы города проверены. Есть проблемы. По результатам проверки было уволено два бригадира поваров. Это бригадиры 33-й школы и бригадир 55-й школы за нарушение норм Санпина. 19 сотрудников пищеблока были лишены премии. И 12 сотрудникам было внесено дисциплинарное взыскание. Есть такие школы, которые замечания не выявлены. Несколько раз мы их проверяли. В самих школьных учреждениях стремятся улучшить не только санитарные нормы, но и качество питания. Для этого там созданы специальные комиссии, в которые входят родители школьников и старшеклассники. Два раза в месяц эта комиссия проверяет качество питания, а также проходит анкетирование детей, где также дети оценивают питание в школьной столовой и могут свои предложения написать. Предложения могут внести родители школьников. Кристина Горохова, мама ученика 5-й гимназии, побывала в нескольких школах города и лично попробовала, чем питаются дети. Пока она столкнулась с одной только проблемой. Это холодное блюдо, поданное на стол. Говорив с детьми, они именно на эту проблему тоже указали. Потому что хотелось бы, чтобы питание было не совсем горячим, но хотя бы теплым. Попробовав на вкус, та еда, которая была мне предоставлена, была вкусная. За 2016 год проверены все школы города Рязани на предмет соответствия контрольных блюд, меню, массы, порций, внешнего вида сотрудников. Об этих проверках сами представители учебного учреждения заранее не предупреждаются. Все происходит спонтанно, поэтому сейчас все школы находятся в постоянном тонусе и стараются выполнять предписания. На базе Рязанского государственного медицинского университета прошла ежегодная третья по счету Всероссийская конференция, посвященная реализации непрерывного профессионального образования. Обучение настоящего медика не заканчивается с получением диплома. Врачи повышают свои профессиональные качества на протяжении всей карьеры. Реализация непрерывного профессионального образования как основа повышения качества подготовки медицинских кадров. Тема конференции, которая проходит на базе РязГМУ, актуальна всегда. Обсуждение, наверное, именно не только глобального постулата, что мы учимся всю жизнь, но как это делать, как это делать эффективно и качественно, и будет посвящена сегодня работа конференции. Участие в конференции принимают как студенты и молодые специалисты, так и уже опытные работники медицины. Целью проведения конференции является обсуждение наиболее актуальных проблем и тенденций развития непрерывного профессионального медицинского образования. Ведь медработнику необходимо постоянно повышать уровень своих знаний и умений, чтобы иметь возможность оказывать качественную помощь своим пациентам. То, о чем мы постоянно говорим, о той необходимости повышения кратковременной, дистанционной, чтобы это было удобно и медработникам, и пациентам. Потому что, когда доктор выбывает на долгое время для повышения квалификации, это возникают, ну, скажем, трудные моменты для всех. Именно дистанционная подготовка медицинских кадров в течение последних пяти лет позволяет минимизировать те потери, которые возникают на местах. Ну а специалисты медуниверситета делают все возможное для того, чтобы образование работников медицинской сферы было действительно качественным. Профессиональное медицинское образование включает в себя не только высшее образование, но и среднее профессиональное образование, и образование, которое складывается из послевузовского и постдипломного образования, дополнительного профессионального образования. И вот все эти звенья, они лежат в основе подготовки качественного специалиста. Главными аспектами обсуждения в этом году являются изменения нормативной базы в сфере медицинского образования в плане введения новых образовательных стандартов и сопряжения их с профессиональными стандартами подготовки специалистов. Эти аспекты включают в себя целую систему нормативных признаков, которые должны послужить качественной подготовке специалистов. В преддверии празднования Светлого Христового Воскресения одной из любимых народных традиций издавна является окрашивание яиц. С одним из способов покраски познакомилась наша съемочная группа. Вымойте яйцо, обваляйте в луковой шелухе, заверните в марлю и крепко перевяжите ниткой с двух сторон. Варите яйцо в кастрюле в течение 15 минут. Это традиционный метод окрашивания главного атрибута пасхального праздника. Также можно воспользоваться различными натуральными красителями. Можно окрасить яйца в желтый цвет, приготовив раствор с тремя столовыми ложками куркумы или из апельсиновой цедры, из корлупы грецких орехов. Поместив на яйцо веточку укропа или листик мяты, получается красивый узор. А если в кипящей воду в завершении капнуть раствор зеленки, то яйца приобретут мраморный рисунок. Вот такие вот яйца у нас получились после того, как мы их покрасили с узорами, зеленые, мраморные. А завтра, 28 апреля, ресторан «Базар» более подробно может вам рассказать, как правильно красить яйца на нашем мастер-классе в 19.00. Так что всех желающих придать Пасхе новые оттенки, ждут в ресторане «Базар» в четверг, 28 апреля, по адресу Грибоедова, дом 58. Это все темы на сегодня. Сразу после новостного выпуска смотрите программу подробностей. Еще больше новостей, а также авторские программы на нашем сайте город62.тв. Будьте с нами. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова